На рынке вторую неделю ажиотаж на рядах с рассадой. Почти половина прилавков занята саженцами. По словам специалистов, именно сейчас время сажать томаты, капусту и ягоды. Первая на посадку сейчас идет клубника, крыжовник, ну и, конечно, малина. Все смотрят на крупную и высокоурожайную. Это ремосорта, говорят садоводы. Дают рекордные 4 килограмма ягоды с одного куста. А если хочется экзотики, то нужно брать гибрид ежевики и малины. Или необычную черную малину. Называется брестоль. Она, наверное, супер капризная. Нет, вы знаете, самое главное, что она не просто черная, она еще и кустовая. Выбирая сорт на рынке, советуют обратить внимание на саженец и его корневую систему. На сегодняшний день у нас 64 сорта малины. Понимаете, я люблю ту культуру, она любит меня. И обратите внимание, у нас вся малина завернута в пакетах. Здесь двойные пакеты. Почему? Чтоб не пересыхала корневая система. Когда я вижу, как люди говорят, ой, посадила малина, не принялась, это первый признак, что она просто лежала на земле, и корни начинают подсохнуть. На втором месте по популярности сейчас рассада овощей. Продают десятками. Эта связка 10 рублей. Сортов много, но редкие черри или вкуснейшие сахарные микадо разбирают рано утром. Самая красивая помидора. Мы в прошлом году начали выращивать, и нам очень сильно понравилось. Сейчас рекламирую своим покупателям. Нам привезли ее с Америки. Серьезно? Ну, конечно. С семенами? С семенами. Вот смотрите. Ага. Вот смотрите, сейчас покажу. Хит сезона. Ой, она сердечком идет? Да. Очень вкусная. От 200 до 700 грамм. Вот такая. Гигантно. И сердечко. И очень вкусно. Фиолетово-красное. Фиолетово-красное, как будто ее художник нарисовал. Похоже на помидор обычный или на какой-то... На помидор очень вкусный просто, сладкий. Нету кислинки и нету... Она такая, знаете, вся внутри сахарная. Вот сажать надо глубоко. Вот это обладает. Да, да, да. Сажаем вот так глубоко. Она светет вся. Видите? Ранний урожай картофеля будет уже через две недели. Сейчас на посадку очередь среднеспелых сортов. Я уже очень много лет выращиваю картошку раннюю. Раннюю мы уже вот-вот-вот скоро будем продавать. А это второй урожай картошка. Она садится чуть попозже. Ну, например, в июне можно ее садить, но так как можно ее и пораньше. Но так как накинчилось, ее можно... Это славянка. Это пьянычка. Это черный принц. Внутри белая, очень разваристая. Есть рассада, которая дает урожай через 30 дней после посадки. Это зелень, базилик, рукава, салаты и капуста. Если посадить сейчас, к началу лета можно будет собирать урожай. Это самый ранний дедмапшал. Она уже начинает у нас вязать. Вот она. В процессе. Уже вилок получается. Да, уже вилок. А вот с посадкой некоторых культур вообще не нужно спешить. Огурцы сейчас только для теплиц. По 5 рублей за стаканчик. И некоторые овощи, которые любят теплый грунт. Баклажаны сейчас не время, я так понимаю, сажать. Баклажаны и перцы. Это вообще запрещено сейчас сажать. А когда? Только когда температура ночная хотя бы будет 10 градусов. Потому что очень холодно, идут дожди, идут ветра. Баклажаны и перцы – очень нежное растение. Рассада на рынке будет еще как минимум несколько недель. Чем теплее, тем больше интересных сортов появится. А вот падать в цене этот товар не будет, говорят садоводы. Что не продадут, а ставят себе на посадку, чтобы позже продавать свой урожай. Катерина Воронченко и Владимир Погоня, ТСВ.